И вновь мы возвращаемся к проблеме бродячих животных. К нам в редакцию поступает множество просьб посвятить эту тему. На героя нашего сюжета напали собаки, но, как оказалось, не бесхозные. Хозяева, не найдя время на прогулки с питомцами, попросту выпускают их на самовыгул. Подробнее расскажет Наталья Кислякова. Сергей – ученик второго класса школы-поселка Искателей. На мальчика, который возвращался домой с учебы, напали собаки. К счастью, Сергей отделался испугом. Они бегали вокруг меня и гавкали. Одна собака подбежала совсем близко и хотела меня укусить. Но я махнул рукой. Она испугалась и отбежала. Когда она отбежала, остальные две собаки отбежали вместе с ней. Когда они ушли, я пошел домой. Я очень испугался. Причем Сергей знает хозяев этих собак. Они попросту находятся на самовыгуле. Такая тенденция растет с каждым годом. Социальные сети и информационные агентства пестрят новостями о летальных исходах после множественных укусов собак по всей России. Каждый год в городскую поликлинику обращается от 35 до 40 пострадавших, большая часть из которых – дети. С этой проблемой, которая есть в нашем округе, мы сталкиваемся еженедельно. Потому что к нам обращаются люди в связи с тем, что страдают на улице. От бегающих собак, от неизвестных хозяев. Что дети, что взрослые. Мы оказываем помощь в поликлинике, а также оказываем круглосуточную помощь на приемном покое. Как взрослым, так и детям. Дело в том, что большинство собак, которые не привиты и беспризорные, могут быть переносчиками заболевания бешенства. Это, в общем-то, чаеватые последствиями, вплоть до смертельных. Добавлю. По статистике, за 2019 год по всей России пострадало от укуса животных 287 тысяч человек. Около 30% из них – дети. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова